Дальнего Востока Элизавета Наприенко А также обладательница второго места А заодно член сборной Амурской области По тяжелой атлетике Александра Сунгурова Здравствуйте Уважаемые, замечательные, красивые девушки И никто никогда в жизни бы не сказал И я тоже, что вы занимаетесь Таким видом спорта Тяжелой атлетикой По вам кажется, что вообще все легко Скажите, пожалуйста Это было сложно вообще победить на турнире? Да, в принципе Ты одерживаешь победу исключительно над собой Ставишь какие-то свои личные рекорды Мы, если честно, с моим тренером Вообще не ожидали, что так получится Вот реально, прям не ожидали Нет, ну вообще У нас подготовка к соревнованиям Была вообще не такая, как обычно Ну ладно, как пойдет Получится хорошо, не получится, ничего страшного И получилось даже на тысячу процентов Лучше, чем мы ожидали Вот мне кажется, да В этой легкости А как у вас, Александра? Ну, победа над собой Все прошло успешно У меня была сильная соперница Которая, к сожалению Да, превысить ее результаты не удалось Ну, не расстраиваясь абсолютно Потому что идем цели своей Потому что соперница, она же пельмянница Да, и порадоваться за нее стоило Да, все верно, правильно вы сказали Ну, действительно, это потрясающие результаты Какой вес, расскажите еще нашим зрителям Какой рекорд вы для свой личный, может быть, поставили? Мой личный рекорд был в двух упражнениях В рывке 59 килограммов До этого было 57 И в толчке мы пошли четвертым подходом Это не в зачет идет Толкнуло 72 килограмма О, гола Я ни разу такой вес не толкала Ни на тренировках, нигде И вот на соревнованиях выстрелила Первая попытка, и вот она удачная Да Вообще, тяжелая атлетика Действительно, до сих пор существует такой стереотип Что тяжелая атлетика Это вообще не женский вид спорта Это вообще не для женщин Не про женщины Женщины все такие вот прям мужеподобные Скажем так, откровенно Но, глядя на вас, конечно, мы все понимаем Что это миф полнейший А вот вы, когда приходили в тяжелую атлетику У вас такое мнение было сложившееся И кто вас и как переубедил? Да не было такого мнения Просто вообще Не было вообще цели какой-то Ставить какие-то рекорды Какие-то звания завоевывать Нет, было просто желание что-то попробовать И все И вообще не было в голове какой-то мысли Что я стану такой здоровой Такой мускулистой Некрасивой Вообще не было такого Даже примерно Вот и у вас тоже? Нет То есть у меня опыт спортивной деятельности большой Есть понимание Как, что и откуда берется Поэтому я со спокойной душой тренируюсь Как говорится, я знаю, что Никаких последствий Мужеподобности и так далее Но это действительно миф И ничего такого При обычных тренировках не произойдет А из какого спорта вы пришли? То есть что до тяжелой атлетики было? До тяжелой атлетики я занималась силовым троеборьем Это пауэрлифтинг И после того, как закончила там Решила сделать перерыв Но потом поняла, что я без железа не могу К тому времени Лиза уже активно Год как выступала в тяжелой атлетике Ну и вот, глядя на нее Я загорелась Решила тоже попробовать свои силы И попросила тренера, чтобы позанимались со мной Елизавета, во сколько, получается, пришли в зал? Ну вообще поздно Я в 15 лет пришла в зал Очень поздно, конечно А во сколько надо? Хорошо Ну я не знаю Ну надо пораньше Лет, мне кажется, в 11 уже можно начинать Понятно, что не сразу вы будете поднимать штанги, веса Сначала будет обычное УФП Ваше тело будет крепнуть И все А вот в 15 Ну вот пошла в 15 И не пожалела Ни разу Абсолютно Там, кстати, девушек много Вот даже если смотреть на вашего тренера Смотреть по соревнованиям Вообще много девушек в тяжелой атлетике? В России нет Увы, в России нет Но когда я пришла, было очень много девочек Было у нас 9 человек Ничего себе! У одного тренера Да, но осталась я одна Одна я выдержала Хотя на меня вообще надежды не возлагали Думали, просто пришла, наверное, там Поприседать что-то, поделать Какие-то тяги, упражнения буквально Но вот я единственная осталась Александра, а что вообще самое тяжелое в этом виде спорта? Вот если вот так вот по-настоящему теперь смотреть Не пользуясь какими-то стереотипными схемами Что по-настоящему тяжелое? В тяжелой атлетике Ну, наверное, несмотря на какие-то сложности Которые могут встретиться на тренировочном вот этом этапе Не расстраиваться и идти дальше То есть, ну, понимать, что разные бывают ситуации Что вот если вот здесь не получилось То при условии, если прикладывать определенные силы Все обязательно получится Вот, а вообще такого глобального тяжелого Да нет ничего Просто это вид спорта, как образ жизни сейчас Вот как на работу мы ходим Ты без этого просто не можешь уже Ну, вообще, если вот так даже сравнивать с тем, что я вижу У своих знакомых, например Ну, многие же сейчас ходят в тренажерный зал Они тоже поднимают достаточно серьезные веса По сути-то и есть вот эта же тяжелая атлетика уже? Или нет? Или это еще не то? Да нет, наверное, просто, когда вы ходите в тренажерный зал Это немножечко не то Это не про тяжелые атлетики? Нет, конечно, нет Тяжелая атлетика – это очень сложный, очень технический вид спорта И вот, кстати, такой стереотип, что очень многие спортсмены глупые люди Но это вообще не так В тяжелой атлетике так много нужно думать на самом деле Серьезно Там надо действительно продумывать, следить за своим телом Продумывать, что ты будешь делать, как ты будешь делать И вообще простроить грамотный тренировочный процесс – это очень сложно Не каждый тренер вообще способен на это Вообще, спорт высших достижений говорят часто, что он травматичен Он не про здоровье, не для здоровья Вот в вашей ситуации как получилось? Можно на личном примере рассказать? Отлично получилось, да Мне очень много запрещали, говорили Нельзя вам заниматься спортом У вас такие-то проблемы, такие-то проблемы Я пришла на тяжелую атлетику И мой тренер, великолепнейший человек Все это вылечил, абсолютно все исправил Теперь я спокойный, здоровый человек Вот это да Что за чудо-тренер у вас? Я знаю, что у вас один тренер, да? Давайте ему привет передадим, потому что он заслуживает Он вообще заслуживает очень многого на самом-то деле Александр Александрович Кихнер Тренирует людей, детей Как личные тренировки То есть совсем абсолютно возрастом Да, да Человек огромной выдержки, огромного терпения Вот в спорткомплексе Олимп Александра, какие перспективы у тяжелой атлетики? Потому что все равно мы только относительно недавно начали об этом рассказывать активно Тут вот уже проводится большое количество соревнований И я знаю, что у нас в перспективе прям вот совсем крупные соревнования в Благовещенске, да? Да, вы все правильно говорите и владеете информацией Ну вот благодаря поддержке управления по физической культуре и спорту нашего министерства спорта Мы остаемся незамеченными Мы сами выезжаем в другие регионы для участия в дальневосточных соревнованиях И одной из отличных новостей является то, что в мае 17-го и 18-го будет проходить чемпионат Дальнего Востока Здесь в Благовещенске, также в спортклубе Олимп Куда съедутся самые сильные атлеты-спортсмены со всего Дальнего Востока Действительно очень интересные и зрелищные соревнования, которые являются отборочными на чемпионат России Стоит прийти посмотреть, действительно будет на кого посмотреть Да, эмоции, я думаю, впечатления получите колоссальные А вообще где у нас самые сильные атлеты живут? Вот, например, Елизавета сейчас вообще в Санкт-Петербург переехала, живет, да? То есть сейчас вы уже за Санкт-Петербург выступаете Да, сейчас уже так И поэтому вот скажите, где реально силы? В России или в принципе в мире? Ну, и в России, и в мире? В мире, в Китае Однозначно в Китае То есть мы тут живем стратегически очень верно, я поняла Да, в направлении правильного А в России? То есть какие российские спортсмены? Я-то, ну, наверное... Ну, по-другому везде как-то, знаете, там один, тут один То есть нет такого, да? Вообще на Дальнем Востоке, как показывают соревнования дальневосточные Одни из самых сильных спортсменов и сильная школа тяжелой атлетики Это Забайкальский край, Сахалин Там тренируются, выступают спортсмены на уровне мастеров спорта международного класса В сборнике, которые входят в состав российской сборной Ну что ж, вам удачи в предстоящих соревнованиях Я не знаю, Елизавета, приедете, не приедете? Да, там непонятно Еще не ясно Но в любом случае желаю удачи всем спортсменам Потому что в мае нас ждет большое событие Приходите еще к нам в гости Спасибо, будем готовить Зовите А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях были победительницы турнира городов Дальнего Востока В памяти Анатолия Николаевича Ельченинова, Александра Сунгурова, Елизавета Наприенко Вы смотрели программу «В центре» Внимание, до встречи в эфире Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому